Ночь в палатке с детьми при минус 15 градусах по Цельсию. Жители деревень в китайской провинции Ганьсю страдают на холоде после землетрясения силой 6,2 балла, которое произошло в ночь на понедельник. Дома многих разрушены или повреждены, палаток на всех не хватает. Кто-то сооружает укрытие из подручных материалов. «Двое моих детей спят в палатке других людей. Они в палатке, но у них нет постельного белья. Ничего нет. Вчера мой муж и две моих дочки всю ночь простояли на улице. Сейчас они спят в палатке соседей. Обе дочки замёрзли». Также людям раздают уголь, чтобы они могли обогреться и приготовить еду. В этом лагере можно получить кров, горячую пищу, воду и предметы первой необходимости. Однако на всех этой помощи тоже не хватает. Очаг землетрясения находился в уезде Цзышишань, недалеко от границы между провинциями Ганьсу и Цзэнхай. В Ганьсу, как сообщается, 113 человек погибли, более 780 были травмированы. О пропавших без вести не сообщается. Также там более 207 тысяч домов разрушено и около 15 тысяч повреждено. Это затронуло более 145 тысяч человек. В соседней провинции Цзэнхай сообщают о 22 погибших и 198 пострадавших. Ещё 12 человек пропали без вести. При этом в Ганьсу власти объявили, что уже завершили спасательную операцию. На неё отвели всего 15 часов. Эксперты отмечают, что этого недостаточно и что поиски выживших обычно ведутся не менее 72 часов. «В ситуации с землетрясением, думаю, 72 часа – довольно разумное время. Если мы говорим о лавинах и других бедствиях, то есть всего 45 минут в случае, если человек попал в воздушный карман. Но при землетрясении за 72 часа можно многое сделать». Власти КНР в прошлом нередко занижали число погибших и пострадавших при стихийных бедствиях. В этот раз ситуация может повториться. Кроме того, провинция Ганьсу отказалась от помощи спасателей из соседних регионов, а также из других стран. Есть предположение, что это могли сделать, чтобы скрыть отсутствие помощи. Землетрясение повредило дороги, линии электропередачи и водопроводные системы. Также пострадали сельскохозяйственные и промышленные объекты. В некоторых горных деревнях землетрясение вызвало оползни.